да там написано в апостола петра писали святые божьи человеке будущий движим и духом святым богом тихтовал они написали библия вся написана в течение 1600 лет примерно 40 авторов смотрите а у вас интернет есть да ну а как бы я сюда попал ну вообще я вот вам сейчас скажу одно видео вы можете его посмотреть да нет у меня я у меня свое видео есть у меня канал здесь есть 18 тысяч роликов здесь наших равных ему нету в интернете а можете сказать на ю тубе да на ю тубе 18 тысяч роликов ю тубе только называется во свете библии канал во свете библии игнатий лапкин игнатий лапкин добавьте это я игнать тихонович вот так да так смотрите я вот подписался а вы можете посмотреть потом одно видео которое я вам скажу просто да вы скажите сразу я посмотрю надо или не надо у нас огромные ресурсы меня на почту отвечают только три часа уходит не я понимаю что вы заняты я просто мека а я сейчас в эфире ну что нашли как вы разговариваете с каким-то короче я буду в чатру я буду вашем выпуске я понял то что у нас найдете мне не надо ничего смотреть потому что мы даем то чего нигде в интернете нету у нас есть сайт 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 я сейчас говорю сайт который также называется там 50 книг моим голосом аудио насчитаны там 38 томов моих книг я отвечаю студентам там на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса вам будет сайт он сайт так же начинает вот утренняя молитва тут да ну вот вы все можете смотреть это утро на все открыто мы не составляем ролики вот мы с нуля начали строить православную деревню а в россии уничтожено 31 тысячи сел и никто не заботится об этом мы получили землю статус построили храм школу государственную сами дороги поправляем от государства не рубля за 28 лет нету мне вот господь позволил быть создателем православного лагеря стана для детей 48 лет занимаюсь не рубля от государства тысячи детей подняли мы конкретно вот работать все вы я так понимаю зарабатываете же не зарабатываю сразу из головы выкинуть я не получаю нигде ни копейки ни копейки как вы можете не получать ни копейки я повторил как у нас ложь считается смертным грехом не получаю кроме пенсии а пенсия у меня восемь тысяч сто сорок один рубль 33 копейки у вас есть реклама видео может быть там и реклама есть я не знаю это у меня когда я смотрю меня нет рекламу а как странно у нас так вы в церкви работаете нигде не работаю я пенсия мне 81 год нет ну вот проповедь и гнать вот все это я проповеди где говорил не в церкви дело вы внимательно послушайте вот господь бог дал мне это я в пяти университетах вел занятия 13 школах во всех отделах милиции воинских частях и три радиопрограммы и у меня накопился огромный материал вышло в бумажном варианте 38 томов книг и бог положил мне на сердце подарить библиотеке мира я барнауле нахожусь и мы доехали до владивостока встреча во всех городах районных центрах а потом до лиссабона португалия прошли скандинавию прибалтику север и к турции 650 городов прошли и в каждом я дарил по милости божией то что мне бог позволил издать 38 томов а это 750 евро мы сделали подарок для библиотек на 35 миллионов рублей и везде говорил проповедь в дороге останавливались понятно это не просто так это никто этими даже при всем желание это нельзя сделать первую очередь а чем ты поешь у тебя ничего нету должна быть команда ты что интересно мы с собакой немецкая овчарка с нами было и после возвращения она стала чемпионом россии россии на выставке вот у нас вы посмотрели сейчас наш youtube у меня там посещаемость 44 миллиона просмотр 44 миллиона а 43 с половиной тысячи подписчиков я понял но почему-то мало просмотров но мало 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 ничего не значит это это не выбор какой-то мне один ролик скинули я такого не видал посещаемость 6 с половиной миллиардов а а что там блуд показывают больше ничего нету а то когда мы призываем даже пять человек они перетянут эти миллиарды бог рождает новые души только чтобы договоримся не ругаться что ни одного слова я довольно-таки культурный человек что-то скажите пожалуйста вы микрофончик поближе сделайте чтобы хорошо слышно было так сейчас вы меня хорошо слышно два так получше получше очень хорошо вы скажите а какую вы проповедуете религию но вот вы если человек опытный уже вам жить не 20 лет а вы прекрасно видите я крещусь рукой слева направо это означает я не католик и не протестант остается только православие я с бородой это означает имеем отношение к старому обряду все по виду определять не потому что я вам скажу а вы ставы сразу определяйте вы разведчик взрослый мужчина есть такое да и это верно да я вам абсолютно точно говорю это как что какой у вас возраст но я вам все я вам все данные говорю я нахожусь город барнаул алтайский край мы православные христиане и мне 81 год лапкин игнатий тихонович вам достаточно этого хорошо ассирии и номер паспорта можно было так я вам ответил что вы поняли что я от вас ничего не скрываю что христос иисус приходил на землю ради нашего спасения умер и воскрес и дарует прощение даром кто каяться перед ним вы откуда с кухни с кухни с кухни не откуда город а где нахожусь вы правильный вопрос поставьте я правильно отвечу алтайский край город барнаул лапкин игнатий тихонович мне 81 год достаточно достаточно как ваши дела да вот эти дела то пустой вопрос во мне не это знать мои дела если я верующий они похожи на эти дела мы должны задать вопрос мы с вами встретились может никогда больше не встретимся чем мы можем полезно быть друг для друга в спасении души нашей вечной серьезный вопрос задавать мы принесли вам радостную весть о христе у нас ресурсы большие здесь и youtube и skype и сайт и форум и mail.ru и можем дать данные если вы на нас выйдете по скайпу Игнатий лапкин я там один с этой фамилией у нас огромный канал мы строим православную деревню с нуля где нельзя пить курить материться воровать все правильно все верно спасибо слава иисусу христу в скайпе вы можете меня найти если надо Игнатий лапкин все запомни все по скайпу заходи лишним не будет это мы скажем что сделать надо как жить для бога все спасибо аллилуйя аллилуйя с богом саламмалекум алейкумсалам у вас что мы показали библию а вы говорите у нас другая книга да а я спрашиваю что говорит сура 5 сура 47 66 аят она нас называет люди писания люди писания и нам бог даровал инжил инжил это евангелие и там написано и по нему поступайте мы по нему и поступаем все добро во славу божию до свидания разговаривать чтобы ни разу не заругаться я еще не ругаюсь я прошу вас этого этого не делать мы пришли сюда с большой целью свидетельствуем и о том что христос пришел на землю и умер за грехи людей чтобы даровать нам спасение он умер за нас чтобы люди не жили здесь в этом разврате в этом садом и гаморре батя ты знаешь я тебе скажу одну вещь может и не знаешь в 50-х годах в 50-х годах после Второй мировой войны после Великой Отечественной войны созрел в США план Далеса как как сказал так все и делается постепенно все разрушено через блуд через все путевы возврата извращений эмоциональной ненависти и т.д. и т.п. вот он на сегодняшний день в действии этот план и как я тебе скажу есть маленькая толика людей которые противостоят этого плана которые возражают национальные традиции которые патриотизм возрождают патриотизм это не то что ты одел Георгиевскую ленточку и вышел на 9 мая а нужно знать своих героев знать свою историю своей страны и т.д. и т.п. и биться за это до последнего если нужно умелеть то умелеть за это у Шолоха в тихом доме написано от каждого червивого котелка за версту воняет патриотизмом я согласен я согласен бать ты слишком умный я тебя не вывезу если честно я военный я служака ну что что военный то я тоже служил в армии вот я задаю загадку задаю загадку я говорю вот сидят полковники я говорю вы отпускаете людей в воскресенье то срочную службу да на сколько можете ну редко когда даже на сутки можем отпустить я говорю а я служил в армии во время 4 года служили морплот у меня была должность мне выписывали увольнительную 1 января до 31 декабря я разъезжал сотни километров везде на самолете летать а я срочная служба никто меня не контролировал а что за специальность у меня была такая ни один не может ответить и при том у меня нет военного образования а мне сразу присвоили звание минуя младшего сержанта и при этом сразу дали сержанта и поставили на должность старшины а кто я до армии я закончил строительный техникум семья пролетарская отец инвалид с войны и меня направили работать в органы МВД строгорежимный лагерь Пличкино город Иркутск Иркутская область а когда в армию взяли все проверили доверенность полная техник смотритель воинских зданий ракетных войск в Дальнем Востоке я должен был проверять жилище какая очередь какому офицеру получать квартиру вот как Бог делает а так как я занимался в это время самостоятельно разными языками мне это как раз было если в Хабаровске я сразу же в общежитии связи подновить языки Батя 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 можно перебить ты французский знаешь? я занимался им 57 лет назад ангрейским немецким французским испанским а я выучил одну фразу когда меня послали в командировку я ее до сих пор помню я русский солдат я никогда не сдаюсь полезно бывает иногда и сдаться нет больше не сдаваться ну это то что нас еще не захватило я вам точно говорю что даже самые знатные люди попадали в плен императоры и они выходили потом живыми да это императоры на простых солдат нас менять не будут нет вы знаете а из плена многие вернулись живыми из плена многие вернулись живыми и первое за родину и вообще ну 4,5 миллиона 4,5 миллиона 4,5 миллиона пленных было в первые же месяцы мировая история не знает такого позора я знаю Батя я просто я серьезно говорю ты слишком начитан слишком умный понимаете я скажу вам это не случайно потому что эти люди комсомольцы они раскулачивали людей они церкви закрывали а вот Бог теперь послал кару им в лице Гитлера бич пришел у Бога все вымерено для нас говорит хорошая дубинка у Бога нет в Бога нужно верить я допустим пока не попал сам я был типа атеист так вас как звать как звать вас как звать Борис Борис так вот Борис да ну вы военно это дело знаете скажите вот был у украинцев Сашка Билый кто такой знаете на Украине он боевал незаконно вооруженное формирование да Сашка Билый кто он такой в Чечне он боевал вначале в Абхазии потом в Чечне потом на Украине да так вот когда я был в Москве меня спрашивают люди там священники вы со всеми находите язык я миссионер с разными людьми с мусульманами везде работаю а с Сашкой Билой вы бы нашли бы вообще язык я говорю мне не надо искать я вон это копия Сашки я с пяти лет готовился стать террористом отомстить коммунистам за поруганную землю как раскулачивали а у него у Сашки три дяди погибли в ГУЛАГе Бать а ты не подумал о том что допустим террористом ты хотел стать да я не верующий был я не верующий был повторяю не верующий когда был то есть я не знал Евангелие а когда я узнал Евангелие теперь меня гнобят за то что я в первой стране издал архипелаг ГУЛАГ меня я пять тюрем прошел лагерь Бать не это две разные вещи можно мстить строю можно воевать против строя но за свою Родину нужно воевать да я говорю о том было когда-то я сегодня с вами согласен наступ туда он не ездил как-то не надо вот это вот ну я вам ответил как это Господь делает жизнь я думал мне придется там воевать а Господь сказал тебя будут гнобить и все повернул Господь как Савл Савл гнал христиан а когда засиял свет ему он пал а Господь говорит трудно тебе идти против рожна ты будешь страдать я понял не все в этой жизни так все просто его кипалки Савл он тоже он сколько держал хорошо вы за Родину то другое а умрете сегодня где будете не понял если вы сегодня умрете Господь жизнь отнимет у меня и у вас вы о своей душе подумали где будете на том свете в раю я точно не буду слишком много вот поэтому перемирись со Христом Борис полюби Христа покайся и Бог дарует тебе жизнь вечную я принял но пойди в храм Божий на исповедь на исповедь к священнику сходи тебе он подскажет как я не готов к исповеди реально я восстанавливал храм Иоанна воина Иоанна воина в Воронежской области приехал просто после одной из такой жестких командировок я решил что-то сделать я отбивал фасад это самый старый старый фасад поднимали купол мы туда наверх но это как бы все от души было я это все сделал но это после одной из командировок она была жесткая потом я как-то уже года три наверное не захожу в церковь вижу крест крещусь Бог в душе есть но что-то у меня переломилось я не могу зайти в храм именно в храм ну как говорят многие что храм не должен быть там где-то на месте храм должен быть в груди то есть в душе ну у меня что-то вот сломалось после этого ну там еще были командировки и что не знаю я не отдаюсь я верю в Бога верю в Бога поэтому и крест нашел знаете у апостола Якова написано так бесы демоны веруют и трепещут а вы говорите я в душе в душе это открытое предательство Бог создал церковь там священники имеющие право отпускать грехи вы сами себе это не составите церковь вы на библии написано не хвались завтрашним днем ибо не знаешь что он родит тебе доживем ли мы до вечера вот я работал когда на корабле работал вообще ничего не загадываю я не положил и слава Богу когда на корабле я работал я сказал говорю какая цель ну там понимаю сына вырасти дом дерево я говорю сейчас волна нас сбила и мы за бортом оказались цель достигнута нет а у верующих она вот я рассчитываю что еще мне жить какое-то десять двадцать лет а смерть подойдет через пять минут я все равно должен цели достичь поэтому ваша цель ненормальная у меня цель такая быть со Христом в вечности поэтому как пенсионер мы семь девять раз в день молимся после три святого сто поклонов каждый раз это перед Богом а мне восемьдесят первый год идет восемьдесят первый это нисколько то а меня когда посадили там мы меня в морозилке держали и выкручивали еще только не делали а я еще ни одной таблетки не съел бать я извиняюсь дико извиняюсь просто напросто ну я говорю я тебя не вытягиваю так если вы борис если вы пожелаете встретиться запомните Игнатий Лапкин и вы по скайпу меня сразу найдете я один с этой фамилии Игнатий Лапкин слово лапа уменьшительно Лапкин Игнатий Лапкин по скайпу с по скайпу а в ютубе у нас называется во свете библии Игнатий Лапкин у меня восемнадцать тысяч роликов я понял мы деревню православную строим спасибо за посадку дай Бог здоровья так вот по скайпу вы меня найдете сразу я там ресурсы сразу скину вам все понял с Богом с Богом вот